Все отдыхают, журналисты работают. В этом выпуске обзора прессы самые важные газетные публикации за первую неделю мая. Здравствуйте! Больше школ хороших и разных. Чуваши одной из первых в стране получат деньги из федерального бюджета на строительство новых учебных заведений. Как сообщает российская газета, речь идет о более чем полумиллиарде рублей. В настоящее время в республике уже приступили к строительству новых школ, пишет издание. Одна из них возводится в деревне Алабусь-Тюрбеево Комсомольского района. Вторая строится в Чебоксарах на улице Гладково. Кроме того, в 2016 году предусмотрено проведение капитального ремонта здания бывшего национального лицея-интерната имени Лебедева на 500 мест. Но это только часть денег, которые поступят в республику. Издание уточняет, правительство Чуваши провело неплохую работу, в результате которой в 2016 году из федерального бюджета республики будет выделено более 4 миллиардов рублей, в том числе на строительство дорог, проекты в сфере образования и рынка труда. Михаил Игнатьев подчеркнул, необходимо проводить жесткий контроль за распределением и расходованием этих средств и постоянно отслеживать качество проводимых работ. Чебоксарские дворы ждет инфраструктурная революция. Чебоксарские новости рассказывают о дворах-счастливчиках, которым удалось войти в муниципальную программу благоустройства. Издание приводит в пример дома номер 11 и 13 по улице Николаева. За летний сезон здесь расширят проезды, реконструируют уличное освещение и установят тренажеры. При образовании ждут и сами дома. В них отремонтируют отопительную систему, а в следующем году кровлю, систему водоотведения и электроснабжения. Мы не давали покоя администрации Ленинского района, направляли коллективные письменные обращения, ходили на прием к главе района, приглашали комиссии. И вот результат, приводит газета цитату жителей домов. Издание уточняет, в нынешнем году в городе запланировано обустроить 70 детских площадок, установить почти 500 единиц детского игрового и спортивного оборудования, организовать 110 парковок. Где и когда ждать преобразований, читайте в Чебоксарских новостях. И все-таки главным событием прошедшей недели стала первомайская демонстрация. Газета «Про город» приводит ошеломительную цифру. Участие в шествии приняли более 30 тысяч человек. Не обошлось и без традиционных первомайских лозунгов. На этот раз участники демонстрации выступали за рабочие места для молодежи, заботу о ветеранах и пенсионерах, сохранение социальных гарантий, развитие экономики. Мы говорим, что мы едины, трудовые коллективы, профсоюзы, жители нашего города. И этот праздник – лучшее тому подтверждение. Количество людей, пришедших на демонстрацию, говорит о том, что эта тема близка абсолютному большинству жителей нашего города, отметил глава города Чебоксара Леонид Черкесов. А секретарь Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Николай Малов подчеркнул, что в этот праздник мы не только отдаем дань памяти нашей истории и человеку труда, а ставим перед собой новые задачи. Нынешний год в республике проходит под знаком человека труда. Это накладывает на нас еще большую ответственность за выполнение поставленных задач и намеченных планов. Следующий красный день календаря не за горами. Уже в понедельник вся страна будет праздновать очередную годовщину победы в Великой Отечественной войне. Газета «Советская Чуваша» рассказывает о подготовке к празднику. По данным издания, в параде, который пройдет 9 мая на Красной площади города, примут участие более тысячи человек и 60 единиц техники. Понаблюдать за репетициями парада возможность была у всех жителей и гостей республики. Подробности читайте в газете «Советская Чуваша». А пока республика готовится к 9 мая, новочебоксарская газета «Грани» отмечает заслуженную победу. Издание было признано лучшим во всероссийском конкурсе региональных СМИ «Спортивные регионы. Спортивная Россия». С чем и делится с читателями. Главный приз был вручен ведущему спортивной полосы, заслуженному работнику культуры Чувашской республики Валерию Мутрескову. Значимость момента переоценить трудно. В конкурсе приняли участие представители более 200 редакций региональных и муниципальных СМИ из 60 регионов страны. А лучшими стали «Грани». Еще об одной награде рассказала МК в Чебоксарах. 15-летняя новочебоксарская Лана Прусакова завоевала серебряную медаль на Кубке Европы в дисциплине «Слоуп стайл». Соревнования проходили в швейцарском городке Сильваплан. Как призналась спортсменка, второе место – это хороший результат, но показать свой максимум не удалось. Сказалось большое волнение перед финальным заездом. Не смогла сделать полноценную программу. Тренер был очень недоволен моим результатом, но радовался, что у нас серебро, передает слова спортсменке издания. Это был последний материал первомайского обзора прессы. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова